В старом советском мультике пели песню про большие секреты. Большой собачий секрет, большой лошадиный секрет, большой еще чей-то секрет. Ах, было бы только с кем поговорить. В конце концов, Татьяна и Сергей Никитиной нам спели. Вот большой украинский секрет, при озвученной немножечко Павлом Климкиным, оказывается звучит так. Международная администрация придет, порядок наведет. И вот о том, как чужими руками, грубо говоря, сделать себе хорошо, но не подставиться самим. И что это за большой украинский секрет международной администрации на территории Донбасса. Об этом с доктором политических наук Александром Семченко прямо сейчас в программе «Мнение». Александр, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Сергей. Можно начну с того, что меня повеселило в вашей речи, как сделать своими чужими руками себе хорошо. Хорошо. Вспоминается недавняя новость о, кстати говоря, о вашем же СБУшнике, который должен... А вы СБУшнике, подполковнике СБУ, сотруднике Главного управления СБУ по Автономной Республике Крым. Он, правда, своими руками делал себе как хорошо. Да, то есть вы классно, конечно, озвучили. Знаете, по поводу международной администрации, которая придет, порядок наведет, мне очень понравилось выступление Петра Алексеевича Порошенко именно в этой части. Порошенко сказал, что миссия миротворцев должна работать на всей территории Украины. Вот это вот так вот. И, ну, буквально вчера посмотрел сессию Львовского облсовета. Вот там точно нужна международная администрация. Причем в этой международной администрации должны превалировать психиатры. Такие жесткие, с электрошоком, потому что там по-другому уже никак. То есть если вот будет такая международная администрация, которая, как озвучил Порошенко, работающая на всей территории Украины, да, пускай там и на территории Донецка, и Луганска, но и на территории Крыма, Киева, Львова, Черкаса, то я думаю, что что-то, да, позитивное сможет произойти. С одной стороны. С другой стороны, ну, это смотря под что будет эта колониальная администрация заточена. Вполне возможно, что эта колониальная администрация будет заточена под активизацию вывоза всех ресурсов из Украины. Ну, в конце концов, ни для кого не секрет, что из Украины выводится все, включая чернозем эшелонами. Поэтому, ну, пожалуйста, будут это вывозить. Я далек от мысли, на самом деле, что вот международная администрация сможет навести какой-то эффективный порядок. Все-таки проблема Украины – это задача, которую должна решать Украина самостоятельно. Нужно договариваться с теми людьми, которые не приемлят, а что не приемлят люди на Донбассе? Они не приемлят, на самом деле, то, что на них наплевали в 2014 году. Они сделали выбор, хороший, плохой выбор в 2010 году, но они сделали. И этот выбор о договоренности, которая записана в законах, в Конституции, должен был действовать до 2015 года. А дальше пересматриваем выбор и снова. Если ваш выбор победит, уважаемые львовяне-черкащане, ну, значит, мы будем с этим выбором жить. В конце концов, дончане жили с выбором львовян, причем не очень законным. Тоже был государственный переворот, потому что третьего тура нигде нет. Но жили с Ющенко три года. Пережили и потом взяли реванш в тот способ, который предусмотрен в Конституции. Поэтому можно разводить антимонию любую. Климкин, кстати, спасибо России за Климкина, очень подсобили. Как бы мы делали без этого русского парня на посту министра наностранных дел. Так вот, Климкин, он же известный сумасшедший чувак. Он человек, который с трудом формулирует свои мысли. Человек, который, ну, в день своей мысли, я ему польстил, нет у него своих мыслей. Он с трудом формулирует чужие мысли. И эти мысли нечетки. Вот если задавать ему уточняющие вопросы, хорошо, как должна действовать администрация. А как вы думаете, на эту администрацию отреагируют люди, например, в Донецке, которые тогда в 2014 году ваш государственный переворот не приняли, а тут вы планируете на шею посадить каких-то других ублюдков. Ну, то есть у них масса, на самом деле, вопросов, и вопросов, вернее, к ним масса. И эти вопросы не имеют ответа. Вот они говорят о том, что мы должны решить проблему возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева политико-правовым путем. При этом они абсолютно отбрасывают, ну, то есть политико-правовый путь, переговоры, это все равно путь компромиссов, как ни крути. Другие переговоры невозможны. Тогда это уже не переговоры, а военный путь. Но они говорят, что мы ни на какие компромиссы идти не идем. Дальше они говорят, мы против возвращения Донбасса в Украину на российских условиях. А я что-то не помню никаких российских условий возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева. Я помню Минский. А это не российский, это как раз то, что подписал Порошенко, вот когда собирались в Париже в президентском дворце и вот обсудили тот самый Минский формат, да? Вот это и есть российский... Нормандский, да. Порошенко назвал мирным планом Порошенко. Тогда, в 2014 году, он же подписывал это еще не будучи президентом, за день до инаугурации подписывал. Да, то есть, какие-то российские условия, я понять не могу. Но если они имеют в виду то, что в Минских соглашениях написано, что дончане могут сами себе избрать власть, это в российские условия, но извините, дончане не будут избирать вот тех ушлепков, которые... Ну, вчера я показывал, Львовский облсовет, блин, реально слов нет. То есть, люди настолько безбашенные сидят, и это представители народа. Ну, там, правда, я одно лицо увидел знакомый, я думаю, человек докатился, был вице-спикером Верховной Рады, а теперь простой депутат Львовского областного совета, Кашулинский от свободы. То есть, таких, конечно, не изберут. Более того, они там говорят, вот, они, если ждать им возможность проголосовать, они же Верховную Раду изберут, у Захарченко уже нет, теперь там изберут Пушилина или еще кого-то. Да какая вам нафиг разница, кого изберут дончане? Это выбор дончан. В конце концов, вы избрали уже своих, там, Порубьев, Сыроидов, Сюмар, прочих ушлепков, Поросюков, Гаврилюков. Ну, то есть, дончане, но если у дончан не хватает клепки в голове, то они изберут каких-то недалеких людей. Если они немножко разумнее, то они изберут людей более разумных. Ну, потому что каждый судит по себе и депутатов избирает по себе. То есть, я не понимаю, где здесь российские условия. Я не понимаю, почему они против, ну, я понимаю, просто вот трудно объяснить, им, наверное, трудно, в первую очередь. Объяснить, почему они против возвращения Донбасса на таких, так называемых, российских соц. А я-то понимаю, почему. Потому что вот та неподконтрольная территория, даже при всех там эвакуациях людей, все равно миллиона четыре человек там осталось. А четыре миллиона человек, особенно если они проголосуют консолидированно, это очень много. Я напомню, что победитель последних парламентских выборов в Народный фронт, который первое место занял, набрал три с половиной миллиона голосов. А тут войдет партия какая-то, которая наберет четыре миллиона голосов. А то, что вот если дать Донбассу проголосовать, я уж выношу за скопки Крым, хотя я думаю, что если Крыму дать проголосовать на украинских выборах, да проголосуют. И проголосуют так, что Порошенко мало не покажется. В конце концов, по российскому законодательству они ничего не нарушают, в России допускается двойное гражданство, насколько Конституцию читал. Так вот, если этих всех людей пустить к избирательным урнам, все, их власть закончилась в тот же день. Но они чувствуют себя властью, они там хвалят, говорят, смотрите, как мы классную Верховную Раду выбрали. Перша, национально сведомая Верховная Рада, там бившись, хоть и ссорятся между собой, но каждый имеет мнение, что Украина должна вступать в НАТО. Так это произошло потому, что людей вычеркнули просто. И, конечно, они не хотят этого. А Климкин озвучивает то, что озвучивает Петр Алексеевич Порошенко, но он озвучивает как попугаев, перекручивая, ну и плюс с отвратительной дикцией. Александр, ну, заканчивая эфир, я для себя понимаю, что международная администрация это, по большому счету, чужие военные и гражданские специалисты, задача которых, как граната, влететь в форточку, взорвать там все к чертовой матери, подавить любое сопротивление и сделать так, как хотят киевские товарищи. То есть, Донбасс должен стать украинским, но сначала безлюдным. Вот сначала они его обезлюдят, а потом сделают украинским и населят правильными украинцами, которых, наверное, не так уж и много на территории Украины живет. В основном все неправильно, просто пока помалкивают, судя даже по футболкам, которые в Виннице вчера жгли, раз их продают, значит, их кто-то покупает, ну, может, как ночные рубашки девочки по ночам носят, чтобы никто не видел посторонних. Тем не менее, все это есть на Украине и нормальных людей там, наверное, все-таки я смотрю на вас и понимаю, что больше половины как минимум точно есть. Ну, а на следующей неделе давайте с вами продолжим разговор уже не в таком формате, а в расширенном и побеседуем обо всем сразу, конечно, в контексте Украины. Спасибо вам огромное, до свидания. Да, договорились, удачи, до свидания. Итак, дорогие друзья, Александр Семченко, гость программы «Мнение», прервемся на несколько минут, возвращаемся и продолжаем.